Такой любимый, но все не забытый. Легендарный RPG Zerus возвращается. Хочешь стать хитрым магом, метким лучником или же храбрым воином? Все это возможно здесь. Убивай толпы врагов, собирай рейды на уникальнейших боссов. Изучай новые способности, прокачивай своего персонажа, выполняй различные квесты и улучшай свое снаряжение с помощью звезд заточки, чтобы стать сильнейшим во всем мире. Но хватит ли у тебя сил дойти до конца? У нас есть собственная датабаза, которая поможет тебе легче ориентироваться в этом скрайнем мире. Несколько игровых серверов, регулярные обновления и многое другое. Заходи и играй. Версия Майнкрафта 1.12.2 и выше. Я вообще не был готов к этому. Я думал ничего не сработает, как всегда. Потому что я даже на стриме пытался этот ритуал проводить и ничего не происходило. А в этот раз прям вообще... Алейкум ай-салям. Салям алейкум. Знаете, разноцветные мифы встречаются довольно редко. Но сегодня особый случай. Вот это существо сможет вас напугать настолько сильно, что папка с Майнкрафтом ненароком может оказаться в корзине. Хики. Это мистический игрок. Призывается он с помощью ритуала. Вам нужно построить деревянную коробку с четырьмя равномерными комнатами. А на крыше посередине поставить крест из блоков разных цветов. Если у вас получится его призвать, то дом, в котором вы окажетесь, может стать настоящим парком ужасов. Здорово, майнеры. Я уже готов впитать запах жутчайшей мистики. И я сейчас серьезно. Это видео одно из самых жутких на моем канале. Поэтому приготовьтесь заранее. И я, кстати, слышал, что лайк с подписочкой на канал делают настоящие чудеса. Поэтому не забудь их оставить под этим видосиком. Ну и погнали заценим топовую Майнкрафт-мистику. А что у нас в карманах? А, это же версия 1.12.2. Любимейшая многим версия. И, наконец-то, снова в ней. Я довольно-таки редко снимаю именно в этом Майнкрафте. И прям-таки сейчас, я думаю, все будет максимально интересно. И, кстати, на эту версию очень огромное количество модов. И, мне кажется, она самая оптимизированная для многих серверов, мододелов и так далее. Но, естественно, сегодня никаких модов, только оптифайн и только призыв мистики, а именно хики. Я надеюсь, этот разноцветный чудик все-таки сегодня появится. Ух, у меня сегодня очень много дел. Так, сундучок, где ты? Мне нужно будет построить, естественно, домик. И, конечно же, я не буду строить его в выживании. Потому что, чтобы построить такой дом, у меня уйдет, наверное, часа 3-4 реального времени. Ну, 3 часа примерно. А учитывая то, что я такой себе мастер по выживанию, лучше все-таки будет все это дело построить в креативе. Так что, погнали все-таки. По фастику я сейчас немножечко повыживаю. Потом мне нужно будет поставить мирную сложность. И, естественно, уже заниматься самим призывом непосредственно хики. И мне еще нужно будет найти место для дома. Дом я буду строить в креативе. Сам процесс строительства я, наверное, показывать не буду. Так как, к сожалению, у нас ограниченное время. Максимум все-таки, я думаю, вам будет интересно смотреть 15-минутный ролик, а не 30-минутный. Очень быстро, думаю, вам надоест смотреть на то, как я строю дома. Но если вам все-таки интересно, то обязательно пишите об этом в комментариях. Мало ли, вдруг вам все-таки нравится, как я там строю. Ну и, в принципе, насчет перемоточек. Я их уже давно убрал, если вы заметили. Сейчас, соответственно, я уже выкладываю ролики без них. Я считаю, что они максимально бесполезные. И вам неинтересно смотреть на то, как я просто делаю перемотку, в которой ничего не происходит. Я там копаю дерево. Ой, господи, копаю дерево. Рублю дерево, копаю камни, бегаю просто по миру. Кому это интересно, ну согласитесь. Надо же смотреть самый трешак, самую жесть. Поэтому эта местность мне, естественно, не подходит. Я хочу найти какую-нибудь скалу. Сейчас мы перейдем в гейммод 1. И в режиме полета я сейчас найду себе чего-нибудь интересного. Хотя, в принципе, эта местность тоже неплохая. Однако, я хочу скалы. Сейчас их нужно найти. У меня тут остается последний штрешочек. Я уже построил такой шикарнейший домик. Все, в принципе, готово для того, чтобы призвать хики. И я надеюсь, у меня это получится. Последний момент. Мы должны построить его крест. Выглядит он, в принципе, я думаю, вы знаете как. Так как я его не первый раз строю. И... Конечный блок. Все. Вот такая шикарнейшая схема. Вот так вот она выглядит. Она немножечко отличается от классической. Но некоторые говорят, что именно вот в таком формате все дело может сработать. И в доме тоже немножечко есть небольшие изменения. Так-с. Не успею я, конечно же, закрыть. Надо крышу как-то мне все-таки закрыть. Давайте поднимусь вверх. Вот так вот. Все. Как вы заметили, все нажимные плиты у меня вот под блоком редстоуна. А также по кругу расположен сам редстоун. Ну, не по кругу, а по периметру самого дома. И вот комнаты вот этой вот. Каждой комнаты, так сказать. Это все сделано для того, чтобы хики не мог на нас как-то или напасть. Либо же причинить какой-то вред. То есть он сможет проявлять свою какую-то активность, но напасть не сможет. Это, наверное, работает по аналогии как и с кругом соли. Там, как вот с привидениями. Чтоб на тебя привидение не напало, ты чертишь круг соли. И, естественно, оно его не может пересечь. Ну и все. Теперь самое главное. Вести себя максимально тихо. И прислушиваться совершенно к каждому звуку. Потому что любой звук. Допустим, открывание двери. Либо же какие-то шаги. Уже можно будет вписывать в подозрительные моменты. У меня стоит мирная сложность. Если будут ходить мобы, то я об этом пойму. Я имею ввиду за домом. Если будут какие-то шаги, которые без каких-либо звуков. Допустим, там, хрюканье. Либо же муканье. То, естественно, это уже будет у нас, в принципе, подозрительно. Хух. Я морально уже готов. Я не первый раз провожу этот ритуал. И всегда у меня ничего не получалось. Я надеюсь, хоть в этот раз у меня что-то... Чего? В смысле? Так. Фейерверк не может просто так воспроизводиться в Майнкрафте. Это точно. Окей, ладненько. Главное еще закрывать за собой постоянно двери. Так мы поймем о том, что что-то сработало. Мне кажется, уже начинается какая-то мистика. Но это не точно. Так. И внимательно нужно следить за надписями. Максимально внимательно. Вот сейчас наступила прям какая-то... Да ладно. Так, стоп. Я закрывал дверь. Я точно закрывал дверь. Не, я... Я прям уверен в том, что я ее закрывал. Чего? Так. Ребята, вы это слышали? Это где-то в этой... В этой комнате было или где? Сейчас как кто-то пробежался. Чего? Это что было сейчас? Такс. Мне что-то уже не смешно. Хотя мне и до этого было максимально не смешно. Но сейчас мурашки по коже прям вот говорят тебе здравствуйте, дратути. И выходят на охоту по моей спине. Хорошо. Самое главное в таких ситуациях сохранять спокойствие. Не волноваться и не переживать. Это я топнул? Я просто каждого шага уже боюсь. Так, вроде бы это я топнул. Хорошо. Внимательно также нужно... Редстоун схема сломана. Такс, это очень плохой знак. Ее нельзя восстанавливать. Ее можно построить один раз. И если... Она... Если ты ее даже случайно сломаешь, то... Вся штука с оберегом от хики не сработает. Окей. Такс, теперь я точно знаю, что... Может начаться какой-то дабстеп. И мне это максимально не нравится. Окей. Ладненько. Тут везде Редстоун сломан в каждой комнате. Серьезно? В каждой комнате... Все? Получается не осталось ни одной безопасной комнаты, по факту. А... А что с табличкой? И что с дверью? Я ее закрывал или нет? У меня паранойя начинается какая-то. Я... Я пришел к тебе? Или как это переводится? Вроде бы как я пришел к тебе. Ребята... Твою херопринятину. Я не хочу туда заходить. Но придется. Господи, я сейчас просто... Чуть не... Родил этого хики наружу. Ладно, это всего лишь дождь. Твою ж... Компостную яму! Что это? Серьезно? Какой... К черту кадавр? Мирная сложность, ребята. И это вообще не тот биом для этих зомби. Он вообще ни капельки не подходит. Ладненько. Твою... Твою мать! Такс... Это... Это уже точно не к добру. Ребята, свет погас. Он тупо везде погас. Какого черта? Какого черта здесь происходит? Походу, хики пришел, ребята. Он, походу, реально пришел. Если... Я не понимаю, почему не сработал этот... Чертов оберег, этот... Это линия из Редстоуна. Она же должна была сработать в теории. Такс, тут эта табличка жуткая, нормально. Ладно, окей. Ой, как сердечко стучит, я не могу. Ч... ЧЕГО? Вы сейчас серьезно, да? Майнкрафт, ты серьезно? И после этого вы хотите сказать, что... Вот эта вся паранормальщина в этой игре не жуткая. Теперь я на 100% уверен, что у меня не паранойя. Кто-то открывает двери, и этот кто-то это хики. И он реально здесь. И что делать? Я вообще не был готов к этому. Я думал, ничего не сработает, как всегда. Потому что я даже на стриме пытался этот ритуал проводить, и ничего не происходило. А в этот раз прям вообще... НИ... Спокойно. Вдох. Какого... Мать его хрена? Какого мать его хрена? Это я хожу? Или это он ходит? Это я хожу, спокойно. Ребята, у меня слепота. У меня вечная слепота! Такс. Он здесь. Он в этом доме. Он где-то рядом. И это... Охренеть, как не смешно. Ладно. У меня начинается паника, ребята. Я ничего не вижу просто. Дальше своего носа я ничего не вижу. Самое главное... Как можно меньше стоять на месте. Потому что хике это не нравится, и он может на тебя напасть. Поэтому постоянно нужно передвигаться из комнаты в комнату. И желательно это делать на шифте. То есть без шагов. Потому что если будут шаги... Ну и если ты будешь издавать шаги, то ты не поймешь, где он находится. А мне это максимально не нужно. Такс, ну пок... Чего? Так, а куда пропали двери? Не понял. А, серьезно, да? Они везде пропали. Их реально нет нигде. И что это значит? Хике, объясни мне, что это значит? Фу, это я нажал. Что? Что? Что происходит? Он в соседней комнате. Что за хрень? Ребята, я ничего не вижу просто. Оно где-то рядом. Оно реально где-то просто вот... Вот... Вот прям в соседней комнате. Так, надо подумать, что делать. Это че? Я уже здесь? Здесь? Что? Это... Это вообще к чему? Это че сейчас было? Что? Он сейчас на меня выбежал, и меня просто тэпнуло. И мне кажется, Майнкрафт подлагал, если мне не показалось. И все вернулось. Всего лишь 15 тысяч лайков, и вас ждет продолжение. Да, на этом все не закончилось. Дальше Хики стал пугать только сильнее. Ну и про подписочку не забудьте, если вы еще не подписались. Как раз пока вы смотрите на стоп кадры, можно это сделать. Кстати, кто хочет посмотреть на мои фоточки, или же задать вопросики, вот мой инстаграм. Наберем 5000 подписчиков, я разыграю разные приятности. Ну и до встречи в следующих выпусках Мистики Бандиты. Вы самые топовые зрители. Чаооооо. Субтитры сделал DimaTorzok